Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Колос», который расположен в живописном хвойном лесу на берегу реки Муховец, каждый год принимает на отдых не одну сотню мальчиков и девочек со всей области. О том, что здесь действительно созданы максимально комфортные условия для оздоровления детей, говорит и тот факт, что многие ребята именно его выбирают в качестве места для отдыха неоднократно, проводя здесь значительную часть своих летних каникул. Мне здесь нравится, я здесь не первый раз, может и раз шестой или седьмой, я с детства сюда езжу. Мне очень нравится, здесь весело, спортивные мероприятия, мероприятия в зале проводятся, конкурсы всякие. Интересно? Самое большее, что мне нравится, как тут строятся всякие игры, горки всякие для баскетбола, волейбола, футбола. Можно поиграть. И тут мне нравится, как тут кормить вкусно, лучше, чем дома. Много людей незнакомых, можно с кем познакомиться. Дискотеки, игры интересные, много чего интересного. В локе походить на тренажерный зал, футбол поиграть, баскетбол, волейбол. Много игр всего интересного, фильмы, мультики. Интересно, реально. Не последнее место в списке причин такой любви наряду со свежим воздухом и здоровым питанием занимают новое знакомство и обретение верных друзей, которые, к слову, могут быть не только соседями по комнате. Часто в гости к ребятам приезжают представители различных организаций, привозя с собой подарки, сувениры, концертные программы или настоящие театральные постановки. Отдыхающие в центре колы с подростки накануне смогли немного больше узнать о стране восходящего солнца. Свою программу представил японский театр Мандзюсяка. Этот коллектив приехал к нам по просьбе посольства Республики Беларусь, которая находится в Японии. И этот коллектив будет представлять свою традиционную культуру, свои танцы, нести эту культуру и показывать белорусским детям, которые оздоравливаются в наших оздоровительных центрах, оздоровительных лагерях. И в основном это дети, которые проживают и проживали на территории загрязненной и пострадавшей от чернобыльской катастрофы. Яркое театральное представление не оставило равнодушным ни одного зрителя. На протяжении десяти танцев, которые составляли программу всего выступления, актеры непрестанно меняли наряды, поражающие своей красотой, яркостью и экзотичностью. Весь театральный реквизит, ручная работа на создание такого концертного костюма порой уходит не один месяц. Но такая тщательная и долгая подготовка каждого концертного номера – важная составляющая успешности всей постановки, которая непременно должна приносить радость зрителю, счастливые улыбки которого – лучшая благодарность за труд.